путешествиях по горному крыму путник зачастой может встретить не только огромное количество животных птиц но и разнообразнейших насекомых последние дни ноября в этом году выдались довольно таки солнечными теплыми и в последнем моем выходе на парагельмин я встретил бабочку адмирал о которой немножко и расскажу все красиво и аюдак красавец просто такой у нас ноябрь сегодня выдался такой денек погожий просто бабочка адмирал не заметить эту красавицу довольно таки сложно поскольку необычная такая бархатисто черная краска с красными перевязями привлекает внимание первым ее описал карл линей и назвал ее ванесса аталанта в греческой мифологии это героиня калейдонской охоты она бегала быстрее любого человека на земле и выросла в лесу была вскормлена медведицей и вот возможно именно за скорость красоту и среду обитания великий ученый и исследователь и назвал ее честь аталанты название которое ближе не для профессионалов не для энтомологов это бабочка адмирал красные полосы на темном фоне крыльев напоминают лампасы на адмиральском мундире а косые алые перевязи похожи на ленты которые командующие флота носили через плечо кстати английское название насекомого red admiral то есть красный адмирал точно характеризует уникальную расцветку бабочки насекомое принадлежит к семейству нимфолит и среди своего рода бабочка адмирал является одной из самых крупных до шести с половиной сантиметров в размахе крыльев хотя в целом этот вид и является перелетным но ареал обитания так или иначе отличаются друг от друга и время лета в разных местах конечно же свое и то есть нет единого сезона и вот у нас именно вот в конце ноября такие теплые погожие дни это бабочка и вылетает на полянке погреться под последними наверное уже в этом году теплыми лучами солнца питается она в основном нектарами цветов но рацион довольно широк скажем так поскольку он включает еще соки деревьев там гниющих плодов и даже птичий помет который они поедают при помощи спиралевидного хоботка интересно заметить что бабочка чувствует еду своими лапками вкусовые рецепторы и и находятся на концах именно лапок поэтому прежде всего проба еды у нее происходит в тот момент когда она стоит на ней повторюсь что в основном все виды бабочки являются перелетами и после перелета они откладывают яйца и затем умирают откладывание яиц происходит строго на одному яичку на листочек растения за один год в среднем может выводиться два поколения бабочек живет она не очень долго это средняя продолжительность жизни составляет полгода ну до девяти месяцев и после того как отложить яйца бабочка умирает насекомое относится скажем так теплолюбивым видом зиму она проводит только в южных регионах то есть там где тепло во время миграции мотыльки поднимаются на значительную высоту где их подхватывает ветер и несет уже в нужном направлении это экономит энергию насекомых и вот начинается лед у них там с весны и пошла жара в общем встретить их можно на высоте до двух с половиной километров и вторая вот именно вторая генерация имеет более темную окраску крыльев что мы наблюдаем вот в случае с этой бабочкой не будет лишним добавить что общее потепление климата и мягкие зимы привели к изменению в поведении бабочек не все особи отправляются пережидать холодное время года в жаркую африку часть остается в умеренных широтах и такое решение вполне оправданно ведь многие насекомые погибают во время преодоления расстояний в тысячи километров для мотыльков ванесса аталанта характерно ухаживание в брачные игры в период размножения самцы проявляют территориальное поведение что это значит они занимают хорошие участки где растет кормовое растение и прогоняют конкурентов на каждого приходится территория 10 на 20 метров и вот мотыльки патрулируют собственный участок участок сегодня мы наблюдали как они в парах совершают такие пируэты в воздухе тем более безветренная погода это настолько было интересно наблюдать вот летают себе по периметру и охраняют свою территорию ну а когда самец видит самку он начинает долго-долго за ней ухаживать летает за ней добиваясь его благосклонности и спаривание происходит несколько часов в этот период насекомые не реагируют на внешние факторы и находятся в уязвимом положении естественно повсеместно встречаются и родственные виды к примеру бабочку репейницу чертополоховка по-другому еще называют розовым адмиралом но это уже совсем другая история и я думаю я расскажу об этой бабочки немножко попозже она 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 Продолжение следует...